Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о почти внедорожном Мерседесе и должнике с уникальным олдтаймером. Мерседес Бенц все время расширяет модельный ряд. Автомобили немецкого производителя есть почти во всех сегментах, начиная от суперкаров, заканчивая микроавтобусами. Но было одно маленькое, но досадное упущение. В сегменте универсалов повышенной проходимости числился ноль. Теперь, спустя годы наблюдения за успехами Аудио Роуд, в Штутгарте очнулись. Тем более и универсал есть, что зря время терять. Новый универсал Е-класса снабдили пластиковым обвесом, что вообще основной атрибут подобных автомобилей. Сделали побрутальнее бампера, а в арке установили колеса большого диаметра. Автомобиль оснащается единственным пока мотором – дизелем мощностью 194 лошадиные силы, который работает в паре с девятидиапазонным автоматом. Салон покорителю пляжей положен эксклюзивный. Докупить можно только пакеты для детализации. Но как же внедорожные способности, спросите вы? А вот тут что-то парадоксальное, если честно. У самого главного и грозного конкурента – у Ауди. Дорожный просвет составляет 180 миллиметров. Так чем же ответил Мерседес? Максимальный клиренс внедорожного Е-класса составляет всего 156 миллиметров. Это даже меньше, чем у вполне городской Лады Веста. Зато багажник здесь можно открыть движением ноги. Очень пригодится, когда придется доставать лопату, стоя в грязи. Должники – они хитрые. Всеми правдами и неправдами они стараются не возвращать долг. Прикидываются больными, уезжают жить в деревню. Особенно изобретательны те, кто должен много. Но у судебных приставов длинные руки. И часто подобные истории заканчиваются печально. Итак, один россиянин задолжал банку. Вроде ничего особенного, с кем не бывает. Но задолжал он 114 миллионов рублей. Что уже повод для изумления. В службе судебных приставов решили гражданина найти и, так сказать, взыскать. По ходу поисков в гараже должника они нашли автомобиль. Им оказался Chevrolet Bel Air 1956 года выпуска. Их в Америке-то по пальцам сосчитать. А тут в гараже. Да еще и у кого. Огромный седан с своеобразным восьмицилиндровым мотором любой аукцион с радостью примет в качестве лота. Ну а пока он ждет в опечатанном гараже. Если долг не будет погашен, автомобиль отойдет государству. Это была территория машин. Расплачиваетесь по долгам. Территория машин.